Всем привет! Вот и добралась я до темы того, как составлять грамотное резюме. Если вы подаетесь на работу за рубежом, на первом этапе от вас потребуются два документа. Это резюме, сокращенно, возможно, вы видели CV от Curriculum VTi, где вы кратко, тезисно указываете ваше образование и профессиональный опыт. И мотивационное письмо, cover letter, где в более такой свободной форме вы расписываете ваше достижение и, собственно, мотивацию, почему вы подаетесь на эту вакансию. В этом видео я предлагаю вам шаблон универсальный, который вы сможете использовать для составления своего резюме. Перед тем, как вы приступите к этому, пожалуйста, убедитесь, что вы знаете, в какую страну вы подаетесь, потому что у каждой страны свои требования к резюме. К примеру, если мы говорим о Штатах, Австралии, Великобритании, свою фотографию включать нельзя. И информацию о вашем семейном положении, дату вашего рождения тоже включать не надо. Если же мы говорим о Европе, о таких странах, как Германия, Франция и многих странах Азии, тогда наоборот, ваша фотография приветствуется. Такого плана нюансы я оставляю в описании этого видео, чтобы его не растягивать. И давайте приступим к написанию вашего резюме. Переходим к шаблону. Сразу хочу оговорить, чем проще выглядит резюме, тем лучше. Если вы не дизайнер, не пытайтесь использовать цвета, какие-то замысловатые шрифты. Держите все лаконично, черным по белому, потому что таким образом будет проще ознакомиться с вами, что вы из себя представляете. А это и цель резюме. Кратко, лаконично рассказать о вас, как о профессионале. Первым делом, ваше имя, фамилия и именно в таком порядке сначала имя, затем фамилия. И как с вами связаться. Имейл сейчас это самый такой популярный способ. Если телефон релевантен в вашей ситуации, вы находитесь, к примеру, в той же стране, включаем номер телефона. Если у вас есть LinkedIn профайл, который вы ведете, ссылку на него можно включить. И ссылки на социальные мидии, которые релевантны, к примеру, ваш Behance, где ваше портфолио, тоже включаем. И дальше пишем название вакансий, на которую вы подаетесь, или вашу позицию, кем вы являетесь. И кратко, буквально в одно предложение, пишем, кто вы суммируете ваш опыт и вашу специализацию. Следующий пункт, это уже конкретней, но тезисно, с чем вы работаете. Если вы программист, с какими языками вы работаете. Если вы дизайнер, что вы создаете. Вот так тезисно перечисляем. И дальше составляем уже более конкретно описание вашего опыта. Заметьте, не образование, а лучше сразу начинать с опыта. Потому что это тот основной критерий, по которому вас выбирают. Сначала включаем название компании. Где она находится. Если это просто Украина, Россия, можно написать страну без города. Но желательно включить город, страна. Затем начинаем с той компании, где вы или сейчас работаете, или работали. Ваша крайняя позиция. Далее. Здесь я выделила курсивом. Это описание компании, в которой вы работали. Если это какая-то крупная компания. Даже если она находится в России, в Украине, а вы подаетесь в Штаты. Но есть какие-то такие впечатляющие цифры. Допустим, компания работает с 50 странами по миру. Включите это. Это все-таки будет хоть какое-то впечатление, что вы работали на крупную компанию. Если такой возможности нет, тогда не включаем. Но будьте, что называется, consistent. Если вы включили здесь описание компании, включайте и в других. Если вы нигде не включаете, значит нигде вы и не описываете компанию, в которой вы работали. И дальше название вашей позиции. Кем вы были в этой компании. Кратко и желательно тезисно расписать, чего вы добились. Допустим, у вас была такая обязанность, как вести социальные сети. И за это время вы работали с такими-то социальными сетями. И продвигали такие-то бренды, добились таких-то успехов. Всегда вот такая метрика цифры лучше всего. Если у вас такой возможности похвастаться нет, тогда просто напишите ваши обязанности, чем вы занимались. Если у вас была такая ситуация, что вы пришли в компанию, сначала работали, к примеру, как стажер, затем работали уже как ассистент, затем как менеджер, можно вот так через вертикальную строчечку написать, что вы были и тем, и тем в этой компании. И расписывайте, чем вы занимались. Заметьте, здесь как пример я много включила. Но достаточно порой буквально там тройку предложений. Следующим этапом идёт образование. Та же система. Сначала ваше самое крайнее образование, допустим, магистратура. Затем ваш университет, название, место, в какой стране находится. Да, в принципе, всё. Слишком углубляться здесь не надо, расписывать. Если у вас есть какие-то дополнительные сертификаты, которые относятся, не просто какие-то сертификаты, а которые релевантны к вашей позиции, вакансии, на которую вы подаётесь, включите их. Название сертификата и название той организации, компании, которая его выдала. И желательно написать год, когда это было, но не обязательно. Дальше вы можете включить какие-то дополнительные ваши навыки, которые не были перечислены ранее. Потому что здесь вы перечисляли именно сферы вашей специализации, вашу экспертизу. А здесь вы можете написать, что вы там также владеете такими-то программами, что вы там хороший писатель. Даже какие-то такие моменты могут косвенно быть связаны с вакансией, на которую вы подаётесь. Конечно, если вы выигрывали призы, участвовали в конкурсах, всё это описываем здесь. И следующий этап, он не обязателен, но желателен. Если у вас есть рекомендации предыдущих заказчиков, предыдущих работодателей, тогда включите их. И заметьте, я сказала заказчиков, потому что, возможно, как фрилансер, вы уже наработали себе портфолио, отзывы, и почему бы их здесь не использовать? К тому же на них можно даже выйти онлайн. Потенциальный работодатель может перейти на вашу страничку и посмотреть, что вот о вас там писал такой-то клиент, что вы просто замечательный специалист. Сами себя не похвалите, никто не похвалит, поэтому включите, если есть такая возможность, вот такого плана отзывы на рекомендациях или, если их нет, на образовании, и заканчиваем ваше резюме буквально страничку длиной. Хобби, интересы включать не обязательно. У меня здесь получается больше, ну, вы просто можете вот расписывать не так подробно, а более кратко, потому что у вас ещё будет мотивационное письмо, где вы сможете включить информацию о ваших достижениях. И если вы видите, у меня вот здесь есть ещё такой блок Freelance Work. Возможно, у вас не было официального устройства, вы работали как фрилансер, и вы хотите показать в вашем резюме, что да, вы наработали себе опыт, будучи фрилансером. И это вполне приемлемо. Тогда вы можете включить вот этот абзац, такого плана тезисный, вот здесь, где у вас профессиональный опыт, потому что это и есть ваш опыт. Тогда вы можете написать, говоря о должности, что вы были self-employed, сами на себя работали, и расписывайте тезисно, что вы делали, ваши успехи. Ссылку на этот шаблон вы можете найти в описании этого видео. Я ещё добавлю комментарий, чтобы вы были уверены, что заполняете всё верно. После того, как вы составили своё резюме, мой вам совет распечатать его, потому что компания, в которой вы подаётесь, возможно, тоже распечатает его и будет носить эту бумажку между отделами, чтобы все могли с вами ознакомиться. Поэтому убедитесь, что всё влезло на одну страничку, что форматирование, всё смотрится аккуратно, и в таком печатном варианте все грехи, как отпечатки, грамматические ошибки, бросятся в глаза. Поэтому исправьте всё, и тогда уже со спокойной душой сохраняйте ваш электронный файл в PDF-формате, прикрепляйте его к сообщению и ждите интервью. Спасибо за просмотр! Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! Пока-пока!